Они боятся света, они боятся, что их зацепят, они выкручиваются. Они света боятся, Антон, они света боятся, публичности. А я всегда говорю три года уже, тьма боится, свет. Тьма боится, вот она, это перед тобой, вот эти темные силы, и людям-то надо говорить, перед вами тьма. Оп, и есть, да? Ага. Ох, надо же. Угу. Вы пришли, начинаете очернять, начинаете оговаривать. Ё-моё, недавно сшились. Вы не улыбайтесь, это так и есть, поэтому я его сшила специально для вас, потому что такое может быть. Серьезно? Да. Тут, наверное, это, невидимыми чернилами что-то написано. Я его сшила специально для вас. Я с агентарии вам давать не буду. Комитируйте же. Я специально для вас сшила. У меня вопрос следующий. Я не буду на ваши вопросы отвечать, а сшила я специально для вас. Вы очерняете и оговариваете людей. Серьезно? Я вам не обязана отвечать на ваши вопросы. Ну, отвечайте же. Ваши должностные обязанности это входит? У меня на ютубу посередине нет. И говорю о том, о чем думают. Я вам не указываю, я вам напоминаю. Я общаться не буду. Я вижу признаки халатности. Проигрывают в игре, а я не играю, я учусь. Проверка проведена. Я акт вам не присылала. К ютубу вообще нет доверия. Да, ну ты вообще, конечно, доверия нет. А еще показывают, как некоторые должностные лица на рабочем месте без маски сидят, да? Да. У вас кабинет это не общественное место? А у вас кабинет государственный или частный? Но ведь на ютубе же врут все. А как же вы можете утверждать, что там врут, если вы не смотрите? Надежные, да? Надежные. Свои люди. Вы проверку также по слухам проводили? Я не знаю, вы же там что-то писали там. Не знаете, говорите. А кто нас рассудит? Закон, наверное, да? Ну так, учусь. О, копия договора управления МКД. Благодарствую за комплимент. Будьте осторожны. Я про вас осторожнее ничего не говорил. Рисуй себе любой протокол. И никто ничего не обязан доказывать. То есть вы даже собственника не установили? Так разъясняйте, что ничего не ясно? Подарок от жил надзора. Ну как-никак, но вроде как проведена. Она никак-никак. Вам можно, нам нельзя? Нет, можно, но... Техника не выдерживает, когда слишком много обстоятельств без доказательств. Только человек способен выдержать. На этом наша полномочия все, да? Здравствуйте. Материал проверки, будьте добры. Вы меня услышали, о чем я вам сообщила? Вот это, да? Да, конечно. Один убирается страниц. Где печаль сзади? Где количество листов? Недавно сшили, Татьяна Николаевич? Что? Недавно сшили, да, дела? Почему дела у нас формируются? По количеству листов, я специально сшила, скажем так, потому что такие граждане, как вы, приходят и вырывают листы. Поэтому она прошитая, чтобы обезопасить себя. Вы не улыбайтесь. Вы не улыбайтесь, это так и есть. Поэтому я его сшила специально для вас. Дела мы немножко формируем по-другому, а сшила я специально для вас. То есть, сшили, чтобы я что-то не вырвал, да? Да, конечно, да. Потому что такое может быть. Серьезно? Да. С моей стороны? С вашей стороны в том числе. Вы меня сейчас обвиняете в каких-то действиях? Я вас не обвиняю в каких-то действиях. Я вам объясняю именно то, что документ сшит, да, чтобы вы не убрали оттуда какие-либо документы. А если вы... Я комментарии вам давать не буду. Вы пришли ознакомиться, пожалуйста, ознакомьтесь. Комментируйте же. Ну, потому что меня, в принципе... Вы задаете вопросы, я вам ответил. Благодарю. У меня вопрос следующий. Я не буду на ваши вопросы отвечать. Вы пришли ознакомиться с документом, пожалуйста, ознакомьтесь. То есть, если с моей стороны не было угрозы... Да, с вашей стороны угроза может быть в любом случае. Серьезно? А какая угроза? Есть факты, подтверждающие, что я когда-либо использовал какой-либо документ? Есть факты о том, что вы очерняете и оговариваете людей незаконно, не зная этого человека совершенно. Например? Например. Пример вы прекрасно все знаете. Например? А что я вам буду объяснять все это? А, ну, конечно. Вы и так знаете. Знаешь, примеров нет. Примеры есть. И полно. Назовите. Назовите. То есть, если бы с моей стороны не было угрозы, вы бы материалы дела вообще-то не прошили? Они формируются. Не знаю. Формируются немножко по-другому. Как по-другому? Я вот не обязана отвечать на эти вопросы. Ну, отвечайте же. Черню, какие-то личности. Интересно. Погоди, я черну. Булуцкого может, который меня психошку незаконно, он как его решение отменил? Ну, вы знаете, я, честно сказать, не знаю, кто обвинял вас и в чем вас обвиняют. Я говорю... Посмотрите видео. Все на видео. Да я не обязана смотреть видео. Не обязана, конечно. Конечно, я обязана. У меня на эту глупость времени нет. Глупости? Конечно. А вы сказываете свои предположения в отношении исходящих угроз с моей стороны? Вы обязаны? Ваши должностные обязанности это входит? Ну, давайте не будем говорить о моих. Я свои должностные обязанности знаю. И говорю о том, о чем думаю, и то, что знаю. А нужно говорить только в пределах своих полномочий и обязанностей? Извините, я не буду у вас спрашивать, что мне нужно говорить о штабе. Вы меня не спрашиваете? Вы никогда не указываете? Я вам не указываю, я вам напоминаю. Вы же при исполнении должны быть в экономике? Мне и нужно напоминать, я прекрасно все знаю. Ну, раз вы знаете, а почему соблюдаете должностные обязанности? Не обязанности, что я соблюдаю. Соблюдаете? Да. А, по-моему, вы их превышаете. Ну, это ваше мнение. Мы с вами просто раз договаривались, что вы прокомментируете материал. Мы с вами ни о чем не договаривались. Не договаривались? Нет. Опять я кого-то черняю, да? Насколько мне известно. Мы с вами договорились, что вы прокомментируете материал. Я с вами ни о чем не договаривалась. Вы покосили, предоставили документы. Я документы предоставила с нахамную рюкс. Кстати, не подскажете, вот, если я Вадим Сергеевич, да, исполняющий обязанности? Да. А у меня случайно родственника нет в прокуратуре? Тысля Владимирович Владимирович? Ну, это вопрос не по ней, но абсолютно. Вы не знаете? Нет. Благодарствую. Ну, вот, судя по тому, как вы прошили, я уже вижу, что вы... Я вижу признаки халатности в вашей работе, потому что про нумерации страниц нет. Я вам еще раз объяснила. Я еще не договорил. Нумерации страниц нет, печати скрепляющей нет, подпись ответственного лица на этой скрепляющей бумажке нету, печати нету, заверяющей подписью. Кто его материалы проверки проводил? Не ясно. В смысле материалы проверки проводил? Кто материалы проверки проводил? Вы вопросы задавайте, пожалуйста, как все связано. Связано? Да. Хорошо. Ну, извините, я, видите, занят. У меня как бы процессор не многозадачный. У меня один мозг, не 10 параллельно там, в голове. Поэтому могу оговориться. По существу, значит, задавайте. Хорошо, по существу. Когда пришло к вам, думаю, что пришло. По существу, вы сказали, что материалы проверки вы сшивали. Почему нету нумерации страниц искрепляющей подписью? Я вам объяснила на этот вопрос. Почему? Повторять не буду. Не будете? Да, послушайте. Хорошо. Посмотрите. Понимаете? Материалы были сшиты к дню, когда я вам звонила, когда я вам записала на электронный адрес. К этому времени документы были уже готовы. Для вашего знакомого. Но вы не пришли. Я бы пришел, если бы у меня не было судебного процесса. Но вы бы сейчас не пришли, если бы вы не проиграете. Что? Я вот вроде все, что есть, все, что видела. Все, что слышала. А где вы это слышали? Кто сказал, что я проиграл? Проигрывают в игре, а я не играю, я учусь. Опа, учитесь. Благодарствую за оценку. Буду лучше учиться. Стараюсь. Стараюсь. Все, вопрос. Ну, подпеченка сошлись. Исходя из ваших слов, я делаю вывод, что до моего волеизъявления на ознакомление с материалом проверки дела не было, ну, вот эти материалы проверки не были прошиты, и они до сих пор прошут вверх. Эти материалы были подготовлены вам. В авторник в среду я вам позвонила и сообщила вы. Можете послушать у себя на телефоне, посмотреть на твоей почте. Вот, правильно. А то, что вы делаете какие-то выводы, это ваше право. Ну, вы подтвердили мои выводы, что до вторника эти материалы проверки не были прошиты. До вторника нет, не были, конечно. А я предполагаю, что они вчера были прошиты. Но они прошиваются, когда отдаются в архив. А в архив вы тоже без нумеральной страниц, без подписи? Я вам объяснила, дела формируются с номерами страниц, и сейчас я вам его сшила для того, чтобы вас вознаграли. Формируются с номерами страниц, однако номера страниц отсутствуют. Я не формируюсь с номерами страниц для вас. А, то есть для меня специально вы подготовили без номеров страниц? Правильно? Я специально для вас сшила, чтобы вы не вытащили никаких клиентов. Ясно, благодарю. Татьяна Николаевна, поверьте моему, кто только не пытался меня... Ну, Николаевич, вы поверьте моему опыту точно так же. Я работаю здесь не первый год, свои должностные обязанности я знаю, и поэтому здесь я думаю, ну, если у вас есть какие-то вопросы, да, если у вас возникают вопросы, проверка проведена. Я считаю, что я нормально. На основании документов, ну, это ваше право считать. Значит, оспаривайте. Вы же правит судебном порядке отспорить материалы проверки. Оспаривайте. Мы сейчас спорим, только... Проверка проведена на основании документов, которые предоставила управляющая организация. За документы, которые они предоставляют, они несут ответственность. Серьезно? А кто эту ответственность будет выявлять и привлекать их к ответственности? Те самые прокуроры, которые... Вызывай прокуратуру, братан. Прокуратура? Вызывай что? Ягарю, прокуратура. На которых невозможно не судить? Ну, еще раз говорю, если вы не согласны, пожалуйста, оспариваете. Так я этим и занимаюсь. Татьяна Николаевна, я для чего пришел? Чтобы ознакомиться с материалом проверки. Я вас ознакомлю. А то вы мне прислали какую-то бумажку, а не это, какую-то ксерокопию. Ну, на электронный адрес вы прислали. А вы же попросили на электронный адрес предоставить и вы перезвоните. Я вам и перезвонила, и на электронный адрес предоставить. Не-не, я не про это говорю. Я говорю про время намного раньше до этого. Я не знаю. То есть вы прислали только акт, и... Я акт вам не присылала. Акт, он размещен в ГИЛЬЖКП. Не знаю, у меня как-то... Я не помню. Ну, конечно. Не помню, как у меня акт очутился, но я... Акт я вам не присылала, потому что все документы, они размещаются в Единой Системе, и там вы можете ознакомиться. Ну, я вам скажу, что я на ГИЛЬЖКП не заходил. Ну... Значит, акт у меня откуда-то из другого источника. Не могу сказать, что я откуда-то из такого источника, потому что акт он размещен в общем доступе. Скрывать-то надо что. Вам бумаге не жалко вот это вот удостоверение журналисты уже седьмой раз встречать? Вот сколько обращений к нам поступает, сколько мы и распечатываем, потому что каждое обращение регистрируется один и новый. А этот протокол, в общем, собрание только с 2006 года представила управляющая компания? Этот протокол, в общем, собрание размещен в системе ГИЛЬЖКХ, а то, что размещено в общем доступе про законы мы не вправе, а запрашиваем. Поэтому мы можем зайти в эту систему и посмотреть все протоколы, все документы, договоры управления, все, что есть в этом зоне. Как же паспорт дома? А вы в курсе, что любая информация, размещенная на сайтах интернет, несет правовой нагрузки? Я не знаю, какую вы смотрите программу и какую информацию, то, что размещается в ГИЛЬЖКХ, а мы не все, когда вы, если бы они разместили на YouTube или еще какой-то другой системе, конечно, можно было бы усомниться. А еще показывают, как некоторые должностные лица на рабочем месте без маски сидят, да? Вообще врут в наглую. Вот вы знаете, когда был масочный режим и было академинено, вы все маски сидят. А сейчас нету, что ли? А сейчас уже все, нет, конечно. Что, серьезно? У вас немножко как-то все смотрят, вы постоянно что-то переспрашиваете. Нет, я просто не в курсе. А вы не в курсе? Конечно. А что, отменили уже, что ли? Ну, вообще-то, отменили в общественных местах, возможно, и нужно одевать. Но мы не сидим в общественном месте. Мы сидим вместе вдвоем. Правда? У вас кабинет, это не общественное место? Ну, если вы вот пришли, видите, я маску одела, потому что я близко к вам стою. А вы государственный служащий? Я государственный служащий. А у вас кабинет государственный? Или частный? Нет, не частный. Значит, общественный. Логично? Нет, не логичный. А какой он? Средний, средний, да? Если к нам приходят, посетите, и мы маски одеваем. Если вот близко, вот как мы с вами сейчас стоим, общаемся. А подскажите, у вашего... Когда вы стоите в коридоре, и я сижу, скажем, в дальнем у кабинета, почему я должна вас попросить? А, то есть вы признаете, что вы были без маски? Тогда, конечно, я признаю, что я была без маски, да. Потому что вы не заходили, не заходили, не заходили. Но ведь на ютубе же врут все. В смысле? Ну вы же сами сказали, на ютубе нет доверия. Я не смотрю на ютубе, я просто... Да? Да. Совсем? Совсем. А как же вы можете утверждать, что там врут, если вы не смотрите? Верных людей говорят. А, то есть вы со слухов, да, все ориентируете? Сами не проверяете? Ну, это не слухи, это источники. Надежные, да? Надежные. Свои люди? Ну, я не знаю, как свои люди, не свои люди, но... Вы проверку также по слухам проводили? Вы знаете, а там видно, что я по слухам проводила проверку? Ну, не знаю, я еще знакомлюсь. А, должно быть, какие знакомые? Я не вижу основных документов, я не вижу протокол общего собрания и протокол исследования. Протокол общего собрания размещен в системе ДЖКП. То есть его здесь нет? Его здесь нет. Ясно. Отлично. Можно посмотреть? То есть вы смотрели на экран. А вы хотя бы распечатали его здесь в рюкхо? Во, пошли нормальный документ. Так, вот его надо так-то... А как мне это вот... Расшить нельзя, чтобы я сфоткал полностью? Нет, расшить нельзя. Держи вот так. Уже есть какая-то инструкция по делу производства? Вы же чем-то регламентировались, когда сшивали материалы проверки? Там наверняка прописано, что нужно страницу там нумеровать. Я вам объяснила, почему я не ездила нумеровать. А еще это специально для вас. Вот, а тут стрекла. А вы Гражданский кодекс статья 19 знаете? Я знаю все. Что подписью является собственноручно написанная фамилия. Без понятия, что там, чего. Что здесь не нужно сказать? Это моя подпись. Напоминаю, что я Николаевна. Моя подпись. Подпись, которая стоит в паспорте. У паспорта вы, я насколько знаю, вы не приветствуете. Это моя подпись. В смысле не приветствуете? Я не знаю, вы же там что-то писали. Не знаете, а говорите. Вы же говорите, что вообще там подпись такая, не такая, что-то еще. Это лично моя подпись, которая стоит в моем паспорте. Я права. Это Российская Федерация. Татьяна Николаевна, вы меня неправильно поняли. Я вас не поняла, потому что стоит моя подпись. Вопрос, какой здесь? Я про вашу подпись сейчас ничего не говорил вообще. Я спросил. Вас что здесь не устраивает? Нет, подождите. Меня здесь, я про этот документ вообще ничего не говорил. Я вот спрашиваю. Вот вы показываете на мою подпись. Вот здесь что знаю, я не знаю. Вас здесь что не устраивает? Меня? Да. Я считаю, что вот эта подпись... Это вы считаете. А я считаю, что это подпись моя отца, которая стоит в паспорте. А кто нас рассудит? Закон, наверное, да? Да ради бога, кто там рассудит. Закон, я думаю. Мы с законом рассудим, конечно. А закон гласит, что гражданин приобретает и осуществляет свои права под своим именем, включающим фамилию и имя отчества при наличии. Гражданский кодекс, статья 19. В совокупности с формулировками словари русского языка данная статья означает, что подписью является собственноручная написанная фамилия. Ну, так, учусь. Сам не знал раньше, чем какая статья. ГК 19. Договор оферты. А, ну это все мои. Копия проверки, квартирные, единые платежи, бизнес-копия протокола. Протокол. Копия. О, копия договор управления МКД. Отлично. Сейчас посмотрим. Оп, и нет ничего. Ни приложения, ничего нет. Шикарные такие документы. А, вот они. Оп, и есть, да? Ага. Ох, надо же. Угу. Ну, нумерации же нет. Как я буду смотреть? Должно быть написано приложение номер один. По логике-то. А то идут что-то в разнобой все. Ну, тем не менее, они есть же в наличии. Вот мы предполагаем, что вот это единственный честный человек при составлении этого документа. Ну, это ваше предположение. Угу. Не смотрели видео? А, вы же не смотрите это. Нет, я не смотрели. Нет, я не смотрели. Угу. Договор какой-то, посмотри. Угу. Значит, у вас тоже этот генератор случайных чисел работает, да? Как и в судах. А с собственником квартиры номер 16 нету, да, такого договора? Нет, я не запрашиваю. Мы запрашивали, что делать договор управления на договор первым домом, подписанный на другом собственником. Договор управления, подписанный на другом собственником. Вмечение, которое... Да, действительно, чупариться. Любой взял этот договор, все. Ну, потому что данное помещение, оно написано в данном на договор первом доме. Угу. А еще можно взять из другого дома и сказать, что данный дом находится в данном городе. Логично? Нет, ваша фантазия без границ, конечно, вы можете. Благодарствую за комплимент. Будьте здоровы. Угу. Что-то мне вообще не ясно, откуда эта легенда пошла, что я могу испортить какой-то документ. Я вот в своей жизни ни одного документа не портю. Ну, я не правила обвинять, потому что... Вы не вправе мне не доверять. Мне не доверять? Ну, есть, наверное. Ну, не доверяете. Ну, не доверяю, да. Есть причины, да. Он не доверяет. Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, хоть одну причину. Угу. Вы же так и не назвали. Никакой причины у меня не было. Так. Ну, назовите хотя бы одну, пожалуйста. Я не буду комментировать ничего. Ну, как-то... Это чтобы помогать лично. Ну, как? Ну, как говорится это... Указали обстоятельства, а доказательства не приводите. Выражаясь юридическим языком. Я вам не обязана, что ли, подозревать? Конечно, не обязана. Никто не обязан. Вот как и управляющая компания предоставила протокол, а доказывает, что там имеются какие-то собственники, и он соответствует законодательству. Никто не обязан. Рисуй себе любой протокол. И никто ничего не обязан доказывать. Если бы этот протокол общего собрания был оспорен в определенном порядке, то бы возникал другой. Не было оспорен в определенном порядке. А поясните мне, пожалуйста, чье решение я буду обжаловать, если невозможно установить личность ни одного собственника, потому что их нету в протоколе. Во-первых, в протоколе не будут все собственники. Есть на то бюллетень. В бюллетене там личные данные, поэтому... Нет, а закон-то обязан... Ознакомят с персональными данными именно собственников. Поэтому, если вы не участвовали в решении, не участвовали в учебном собрании, либо голосовали против принятого решения, вы же вправе его оспорить в судебном порядке. Согласны с жилищным кодексом. А почему тогда здесь ЖКХ размещаете, если я не имею права знакомиться? Мы ничего не размещаем, кроме материалов проверки. А в материалах проверки имеются персональные данные других? В моих материалах проверок, в акте персональных данных нет. Кстати, вы обратите внимание, что там даже ваши фамилии нет. Серьезно? Да, в акте проверки вашей фамилии нет. Также нет фамилии иных заявителей. То есть вы даже собственника не установили? Я не праве прописывать фамилию в акте. Да? Да. А почему заявлением вы тогда проводили проверку? По вашему. А как вы? По вашему это по кому? По квартире номер 16? Я что, похож на квартиру 16? Интересно. Хоть что, не только у меня одного фантазия безграничного. Это в акте прописано по обращению гражданина. Если вы не считаете за гражданином, а квартира там какую-то 16, то это ваше право. А в акте там, когда прописано на основании всего этого, то будет проверка. В приказе точно так же. Я считаю, опять статья 19 ГК РФ нарушена. Это ваше право. Вы считаете, как считаете? Я считаю, что нарушение нет. Вы что-нибудь поняли в этой таблице? Я все понимаю. Все понимаете? Да. Для меня это матрица какая-то. Вот серьезно. Ну, это для вас матрица, для меня нет. А, вы, наверное, совместно, нет? Вы участвовали в составлении этой таблицы? Это вообще-то мы не участвуем в составлении этой таблицы. Это ваше начисление по вашему живому помещению. Серьезно? У вас немножко сослугов, вы опять не передаете вопросы. Нет, я расслышал, я просто удивлен. Вы удивлены, а я не. Потому что для меня здесь в таблице ничего непонятного нет. Разъяснить сможете? Я вам разъяснять ничего не буду. Вы пришли ознакомиться с материалами проверки. Ознакомьтесь, пожалуйста. Вы припию, разъясните, что разъясните все. Вы тоже много что-то делаете? Правда? У вас опять заслугово что-то? Ну, а вы имеете в виду, что я много чего говорю и это не делаю? Нет, я вам говорю, вы переспрашивайте. Возможно, у вас и слухом что-то. Я просто тоже интересуюсь, потому что как-то вы меня не слышите. Вы что-то спрашиваете, я отвечаю. Вы меня не слышите, переспрашиваете. Это я объясняю. Все нормально. Угу. Как разъясняйте, что ничего не ясно? Может, для вас это не ясно. А вы помните дело с лифтами убийцами два года назад? Я не помню дело с лифтами убийцами. Я изобличил управляющую компанию. Извините, это относится к нашей проверке? Нет, я просто с вами хочу пообщаться. Я общаться не буду, надо с ней. Потому что это тоже, это каждого касается, каждого жителя города Сургут, потому что на лифтах-то все ездят. Дело в том, что по лифтам, если у нас как-то эти проверки, они проводятся со специализированной организацией, самыми местными. Нет, вы в этом плане молодцы. Вы выявили, что лифтей используется свыше срока эксплуатации, именно кабины, 8 лет. То есть опасны для жизни и здоровья жителей. Но вместо того, чтобы самим рассмотреть административное дело о грубейшем нарушении лицезионных требований, вы почему-то передали королю Елене Петровне, которая вынесла пустные замечания ввиду малозначительности правонарушения. Вы тоже считаете, что опасны для жизни, это было значительное нарушение? Я вам в комментарии по этим поводам давать не буду, потому что это не касается нашего жителей, именно той, которую вы пришли от наказания. Благодарствую. А вот самое главное. Вот так шикарно прошито дело. Тут, наверное, невидимыми чернилами что-то написано? Я вам еще раз объяснила, я его сшила специально для вас. Дело будет формироваться, когда будет передаваться в архив. А вы его будете перепрошивать или так оставить? Я его, возможно, перепрошивать-то я не буду, но я его доведу, как оно должно быть. До полного готова? До полного, конечно. А сейчас, на данный момент, я его прошила для того, чтобы вы ознакомились. Ну, то есть, получается, у нас это тоже тут дело каши, то есть его надо досолить, доперчить и потом оно будет готово. Право ваше, решайте сами. Так, я две скрепки не помню, где вытаскивал. Вы можете их забрать и вам их подарю. Серьезно? Да. Подарок от жилнадзора. Хорошо. Воздержусь, а то вас примут как взятку. Хорошо, ради бога. Общественному инспектору по борьбе с коррупцией. Хорошо. Руководитель по городу Сырну. Ну, теперь подумайте. Благодарствую. Не дай бог взятку эту. Конечно. Квалифицирует потом, потом будет говорить это. Конечно. Сам себя полил грязью черной. И в ютубе еще разместил. Давайте мы с вами просто, скажем так, если у вас есть какие-то вопросы к управляющей компании, к работе управляющей компании, вы, пожалуйста, приходите пообщаться, скажем так, в нормальном русле. Мы же никогда не отказываем. К нам звонят люди, консультируются, к нам приходят люди, мы их тоже консультируем. То есть мы с вами сможем поговорить, ну, предметно. Ну, вот это все, вот зачем вот это все делать? Я вот, допустим, не могу понять. Вы, не разобравшись с ситуацией, вы пришли, начинаете очернять, начинаете оговаривать. Зачем? Татьяна Николаевна. Ну, Атон Николаевич, к примеру, не к примеру. Вот, понимаете, проверка проведена, да? Проверка проведена на основании. Ну, как-никак, ну, вроде как проведена. Она никак-никак, она проведена, еще раз говорю, на основании документов, которые предоставляет нам управляющая организация. Есть документы, которые размещаются в ЕЖКТ, это официальный сайт, который по Российской Федерации. Понимаете, если есть какие-то вопросы, еще раз говорю, которые касаются, вы прави к нам подойти, мы с вами переговорим, мы с вами обсудим. Если какие-то, ну, там вопросы возникнут, то есть будем их решать. Но не надо так, что за спиной. Я понимаю, что вы сейчас это все записываете, что вы это все перефразируете, что это вы меня выставите в другом формате. Но, поверьте, у нас здесь тоже записывается это все. И точно так же, то есть я... То есть вам можно, нам нельзя? Нет, понимаете как, можно, но на видео вообще-то снимают, когда дают разрешение. Вы это прекрасно знаете. Серьезно? У вас опять со слухом. А норму, право назовите? Понимаете, а то, что вы сейчас стоите, да, вы пытаетесь выставить на эмоции и просто, ну, с каким-то стебом. С стебом? У вас со слухом плохо. Ладно, всего доброго. Подождите, подождите, я вот как раз проверяю, записалось видео правильно или нет. Давайте, давайте. Хорошо. Вы же сами у себя время отнимаете. Говорите, не комментируйте. Я вам еще раз говорю, то есть вы прави подойти, обсудим или говорим. То есть вопросов нет. Таких, которые они нерешаемые. Ну, скажем так. Сейчас, подождите. Татьяна Николаевна. А то я еще раз буду перепроверять. Дайте, пожалуйста, время. Проверяйте, посмотрите, конечно. Действия секретов никаких нет. Вот оно есть, смотрите. У меня почему-то видео останавливается. Сейчас я перезапишу. Техника не выдерживает. Когда слишком много обстоятельств без доказательств. Правда ваша решать. Только человек способен выдержать. Так у вас вот телефон же там все записывается. Вот, вот здесь остановилась запись. Не знаю почему. Хорошо, записывайте. Все, передаю дело. Целости, сохранности, прошитое. Все нормально. Благодарствую. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ваше предложение принял по поводу прийти пообщаться. Я вполне серьезно. И я вполне серьезно. Вы пообщаетесь. Ну, естественно, без видео, без вот этих записей. Ну, пожалуйста, можете без видео со мной общаться. Нет, ну, а зачем вот это? Вы вправе решать с видео или с видео вам общаться. А я сам решу, как мне общаться. Ну, тогда, если вы будете решать без нашего мнения, ну, тогда уже... На этом наша полномочия все, да? Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь, наша полномочия все окончена. Благодарствую. Мне понравилось с вами общаться. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok